Приветствую вас, Валерия. Среди по всему, ваша мама обижена на парня, и вы хотите понять, что сделать парню, чтобы ваша мама его простила. Задумка хорошая, в целом, но немножко не в том направлении вы двигаетесь, а задавая этот вопрос к психологам. То есть нет, конечно, психологические проблемы у того, что произошло есть, вне всякого сомнения. Но основная проблема заключается в том, скорее, что вы не полагаетесь на себя. То есть, если ваша мама не любит парня, то в общем и целом она и не должна его любить. В том смысле, что оно, это же ваш парень. Это же ваш парень. Это не её парень. И она думает, что заботится о вас. Она думает, что таким образом защищает вас. Вероятно. Поэтому здесь важно не то, чтобы парень налаживал отношения с мамой. Он может с ней отношения, в принципе, и не наладить. Потому что ваша мама этого не хочет и не примет. Ну, не примет, а вот молодого человека. Здесь вопрос немножко в другом. Здесь вопрос в том, чтобы вы продемонстрировали своей маме то, что вы, например, счастливы. Счастливы. Счастливы с молодым человеком. Продемонстрировать это нужно. Демонстрировать, точнее, это нужно постепенно. Чтобы мама потихоньку верила в то, что вы действительно счастливы. Счастливы. Только так можно решить вот эту вот проблему. Только таким образом, только таким путём. По-другому боюсь больше никак. Потому что, ну, слишком разными людьми можете, могут быть, ваша мама и парень и рассчитывать на то, что сто процентов получится. Хорошо рассчитывать на то, что, ну, на сто процентов того, что получится выстроить отношения. Не стоит, не стоит. Не стоит и не нужд. С другой стороны, это скорее задача парня восстанавливать отношения с вашей мамой. Ни в коем случае не ваш. И если парень не знает, например, как это сделать. Если парень не знает, к ней подход, то мы можем подсказать, мы можем подсказать, что сделать. Но только после того, как будем лучше знать вашу ситуацию. Какая проблема. Сейчас у нас этого понимания, к сожалению, нет. То есть, ситуации нужно разбирать. То есть, ситуации нужно разбирать. Вне всякого сомнения. Ситуации требуют, требуют своего разбора. Вне всякого сомнения. Ну, давайте мы с вами это сделаем адекватно. Давайте мы с вами это сделаем хорошо. Все, давайте мы с вами поработаем. Например, разберемся с этим, например. И тогда уже выработаем некие стратегии, что ли. Ну, с того, как вам помочь. А так, очень мало информации и, ну, словно говоря, тыкать вот пальцем в небо мне бы не хотелось. Ну, я уверен, что никому из, да и вам в том числе, не хотелось бы этого. Потому что, ну, вы понимаете, что стоит трата времени. Я понимаю, вы хотите быть парнем, я понимаю, что ваша мама, вот сюда здесь ограничивающим скорее фактором. Вот, ну, важно другое. Насколько вы зависите от мнения, своими, вот. Потому что, если вы зависите от своей мамы достаточно сильно, вот, то можно говорить об этом, что вам необходимо стараться от мамы. Можно говорить. Ситуация связана с всем по-другим. Ее нужно тоже разбирать. Вот, примерно, примерно так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи! Ну, субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...